Всем привет! Давненько с вами не встречались, я по этому поводу даже слегка нарядился. Но не просто так, потому что решил сегодня предстать перед вами в неком таком академическом стиле, потому что мы сегодня с вами поговорим про музеи. Про музеи, про голос, про озвучку, про воображение. Про всё это вместе, соединим это всё воедино. Я уже достаточно долгое время сотрудничаю с одним московским музеем и озвучиваю картины. Как бы это странно ни звучало, тифло-комментирование картин. Это такая прекрасная, интересная история, адаптация этих самых картин для слабовидящих и незрячих людей. Им тоже очень интересно ощутить, понять, увидеть в их понимании картины. И я решил сделать такой интересный эксперимент. Возможно, вам это понравится. Если понравится, мы это превратим в небольшую игру, и я буду это проводить достаточно часто. Я вам сейчас прочитаю описание картины, как её озвучиваю специально для незрячих и слабовидящих людей. Вы попытаетесь представить, ощутить себя, может быть, на месте этих людей, понять, как им тяжело воспринимается наша с вами реальность. И потом в конце я покажу вам эту картину. Как вам такая идея? Мне кажется, будет прикольно. Готовы? Хорошо. Тогда вам сейчас опишу работу Бориса Голополосова «Человек бьётся головой о стену». Так называется это произведение, созданное в 1937 году. Вот что слышат незрячие и слабовидящие люди. Попытайтесь представить, как это выглядит. Поехали. Работа написана маслом на холсте. Холст ориентирован вертикально. Высота работы чуть больше метра, ширина около 70 сантиметров. Живопись реалистичная, но очень стилизованная. Цветовая гамма тёмная. Преобладают оттенки коричневого цвета. На картине изображена странная, сильно вытянутая фигура обнажённого человека, бегущего по узкому коридору. Гладкие стены и пол тёмного коридора занимают всё пространство работы. Коридор уходит вдаль, вглубь картины, сворачивая за угол вправо. Влево уходит ещё один узкий проход. В центре изображения, на развилке двух коридоров, зритель видит фигуру человека. Человек лысый, с худым, жилистым телом, красноватой кожей и очень тонкими длинными конечностями. Человек как будто бежит на зрителя, согнувшись вперёд и сильно косолапя. Его правая для зрителя нога стоит на полу, стопа вывернута вовнутрь. Левая его нога согнута в колени и направлена вверх и в сторону. Туловище согнуто, руки болтаются спереди, свисая до пола. Кажется, будто человек не владеет своими длинными конечностями, и при беге они разлетаются во все стороны. Лицо героя обращено к полу, так что зритель видит только лысую голову с оттопыренными ушами и мясистые складки на лбу. Само же лицо почти не видно. В этом ракурсе нос кажется широким и коротким. А лицо покрытым толстыми складками. Оно скорее напоминает морду животного, чем лицо человека. Как вам кажется? Представили, как это может выглядеть? А теперь давайте посмотрим на оригинал. Готовы? Три-четыре. Па-бам! Так вы это всё представляли? Наверное, нет. Напишите комментарии о том, как вы это видели в своём представлении. И легко ли соединить описание со своим воображением и реальностью. Ну и пишите также о том, хотите ли вы продолжения. Всё, пока. Запомните, тифло-комментирование называется эта штука. Пока-пока!